Региональные власти наконец решили обратить внимание на такую категорию объектов культурного наследия, как многоквартирные жилые дома. В Иванове подобных зданий немало. Это не только многоэтажки, выполненные в стиле конструктивизма, но и, к примеру, дом-усадьба Дюрингера. Чиновники планируют создать специальную программу, благодаря которой будут выделяться средства на капитальный ремонт жилых домов-памятников. К сожалению, у нас, как всегда, есть определенные проблемы с финансами, но сейчас мы ищем подходы к формированию этой программы. Что и как чиновники должны делать. Я считаю, что эти вопросы мы можем делать только в мощном союзе с реставраторами, историками, краеведами и другими представителями общественности. Объекты жилого фонда на сегодняшний день – самая незащищенная группа памятников. По мнению властей, нужен пилотный объект культурного наследия. В качестве такового выбран главный дом-усадьбы Дюрингера. Силами студентов Ивановского политехнического университета в прошлом году были выполнены обмеры здания и исследованы его состоянием. Мы сегодня заканчиваем проект реставрации. Есть вопрос. Реставратор сегодня не может выдать нам проект реставрации по нескольким причинам. Есть сложные технологические узлы по кровле. И согласно тем зарисовкам, которые мы имеем в начале прошлого века, парадный вход, тамбур, венчали две скульптуры. И сегодня никто не может однозначно сказать, какого свойства были эти скульптуры. Аналогов нет. Перед реставраторами встал непростой вопрос – восстанавливать ли эти скульптуры или только сосредоточиться на главной задаче – отремонтировать фасады и кровлю. В зависимости от этого решения будет озвучена окончательная стоимость работ. Это, скорее всего, будут деньги региональные вместе с федеральными деньгами. Это все то, что заложено в бюджете на фонд реформирования ЖКХ. Знаю позицию Айсан Геннадьевича Фомина. Он говорил о том, что этот проект для нас важен. И мы надеемся, что благодаря поддержке правительства нам удастся решить вопрос по усадьбе Дерингера. В этом году. Обязательно. То есть мы нацелены на то, что это произойдет в течение до конца этого года. Такие масштабные планы, конечно, обнадеживают. Еще никогда за столетнюю историю особняка его обитатели не были так близки к тому, чтобы заветная мечта реставрации наконец стала реальностью. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.